Привет зрители! Сегодня с вами мы знакомимся с самым дорогим из доступных кроссоверов, выпускаемым альянсом Renault-Nissan Я думаю, ни для кого не секрет, что Nissan входит в этот альянс и представляет собой чуть более дорогую марку, нежели Renault Это следует, ну как и по позиционированию, самым главным критерием, который является естественная цена, так и в целом по внешнему виду Ну, вспомним, условно-молодежный Duster, более модный смазливый Captur И вот Nissan Tirana, действительно много хрома, серьезные фары, которые буквально разрушают ночь Хотя здесь обычные галогенки, но светят они действительно зачетно, смотрите ночной тест-драйв Не пребрегайте этими видео, очень они раскрывают характер автомобиля Но продолжим Нашему рынку на самом деле очень повезло, потому что у нас есть целых три автомобиля, исходящих с платформы B0 Доступные, но очень надежные и с серьезным запасом по выносливости Действительно, несмотря на то, что, казалось бы, это кроссовер, дубасить на нем можно очень серьезно Но в целом, Tirana это по-прежнему автомобиль доступный с точки зрения самой технологии То есть, ничего здесь нет такого, что мы сказали, вау, это следующий уровень Это не следующий уровень, это отдельный вариант для тех, кто хочет посимпатичнее, кто хочет быть более статусным Вот это точно, 100% В остальном мы видим знакомое по тому же самому Duster вместилище Ничего здесь мы не можем увидеть другого, потому как, в принципе, машина идентична даже по колесной базе Ну, никаких здесь отличий по ходовой нет Кто найдет, мне скажите, я с удовольствием посмотрю и оценю На мой взгляд, автомобили идентичные И это очень хорошо прослеживается Прыгаем назад, оценим, что у нас здесь Здесь вполне себе на уровне Мягкая спинка переднего сидения И комфорта особого здесь не найдешь Хотя запас над головой есть Под головой у нас, сами знаете Ничто иное Тем не менее, сказать, что сзади у нас особый статус не получится Подлокотника не положено И единственный сзади прикуриватель, аля розетка, скорее Все, не под формовки для того, чтобы можно было разместить бутылки Ровным счетом, ничего Вот, казалось бы, автомобиль более дорогой, более статусный Но не стоит думать, что это сразу же лимузин Раз нам добавили хром и сделали большие фонари сзади Чтобы машина более интересно смотрелась на дороге Этого ничего нет И продолжаем мы с чем Ну, давайте посмотрим на двигатель Посмотрим, что изменилось там Оценим какие-то варианты для нас Да, кстати, пока не перешли Кому интерес, трансформация, тоже покажу Чтобы далеко не убегать Пожалуйста, вот у нас образуется пол Из-за вкладыша он ровный Потому что у нас полноценное запасное колесо для нашего рынка Все правильно, для того, чтобы не остаться на докатке Ну, а теперь все-таки к двигателю сделали небольшую ремарку Отступили непринципиально На самом деле, в целом салон автомобиля Именно заднюю часть и багажник Можно было вообще не рассматривать Все вы с ней очень хорошо знакомы Вне сомнения Кто не знаком, посмотрите мои обзоры И тут меня что очень радует Вот, меня радует очень газовый упор Открываем автомобиль за 2 миллиона За 3 миллиона, за 4 кочерга А здесь, пожалуйста, чтобы дарить жидкость Никаких вопросов Открылось все Ну, а под капотом стандартные, известные моторы Это 143 силы, 2 литра Топовая версия у нас И автомат 4-ступенчатый И, казалось бы, обновления сделали Добавили, сейчас мы узнаем, какие Тем не менее, по механической части Все то же самое Стоит ли ругать Рено-Ниссан? Стоит ли ругать Тирана? Наверное, не стоит, потому что в целом Все-таки преемственность Это хорошо, хотя В движении все-таки я поругаю Ну, а пока всем знакомы Ходовые части Трансмиссионные механизмы Моторы К сожалению, нету дизеля Вот единственное, что отмечу Увы, на Duster есть механика Здесь нет И было бы классно дизель с автоматом Увы Кстати, очень хорошо видны Вот здесь вот Дополнительные радиаторы Охлаждение коробки Кондиционера Все продумано на самом деле Что автомобиль не нуждался В дополнительном охлаждении Не перегревался И дальше мы уже проникаем в салон Но прежде всего скажу сразу Главное обновление Это появление автозапуска Пускай ключик и не такой уж Красивый Тем не менее Кнопочка Дистанционного запуска появилась И можно Также активировать таймер Через мультимедиа А мультимедиа здесь Нам уже знакома По Дальстеру Тому же самому По Каптюру Но Ниссан Брендированный Ниссан Тем не менее Слава богу Все-таки ее внедрили Если помните Именно к ней Была масса нареканий Потому что Тирана Самый дорогой Самый статусный Но щеголял Обычный старый Мультимедиа Ниссан Теперь слава богу Все обновили Все симпатично Все работает И радует Здорово Конечно здорово И замечательно Дальше обновилось Рулевое колесо Слава богу Оно стало Удобным Обшито кожей Хватка зоны здесь И главное конечно Вот Дудок Гудок Как кто хочет Так и называет Очень это интересно Потому что Наконец-то Не надо долбить Вот здесь Чтобы полудеть Как на газели Я это как вспомню Только прям Дрожь иногда берет Думаешь Ну как же так В остальном Панельный прибор Панельный прибор Точно такая же Но подсветка белая Вот такая вот ситуация Ни датчика света Ни датчика дождя Нам так и не положили В комплектацию К сожалению Сколько мы не просили Увы Вот такое вот ограничение Уж не знаю Почему бы и Не поставить их Тем более Мультимедиа внедрили Автозапуск есть Ну Такие вещи Зато есть у нас Кройсконтроль Да с управлением На руле Тоже здорово Я считаю Что вот такие вот Обновления приятны Розеточка дополнительная Здесь И сразу мы видим Что у нас Обновился рычаг Это самое главное Это рычаг Управления трансмиссией Он стал наконец-то Приятным Не вот этот Т-образный селектор Какой-то Кандоватый Действительно Тиран Он почему-то Несмотря на то Что внешний вид был Статусный Классный Внутри все-таки Не так сильно Отличался От Соплатформенников А здесь Прям Улучшение Удобная полочка Есть для телефона К сожалению Нету здесь Внутри зарядки То есть Будет она здесь болтаться Да и Мягкого материала Тоже нет Действительно Подлокотника Тоже нет Вот эти вот мелочи По-прежнему Остались Слава Богу Можно Опцию Доставить Если они в наличии У дилеров Не проблема И дальше Мы пытаемся Найти какие-то моменты Связанные с изменениями Признаться Особо не вижу Ну разве что Глонас Мы можем здесь Заглонасить И вызвать оператора Если случилось что-то Не дай Бог Страшное В целом Можно подвести Итоги по салону Сидения По-прежнему Относительно удобны И Если Б-0 Вот кто-то говорит Это все Б-0 Б-0 На самом деле Это не Б-0 Конечно Потому что Даже сидение Намного удобнее У кроссоверов Исходящих Из этой платформы И Почему их не ставят На тот же самый Сандеро Например Я не знаю Ну реально удобнее Кресло Они не ломят Вот здесь вот Нет просадки По Лопаткам Не знаю Вот Вечно Сдаю себе вопрос Как езжу На подобных кроссоверах Думаю Почему Вот так вот Ограничивают Любоводители Легковушек Не знаю В остальном Отмечу Что у нас Есть полный привод И Кондиционер Обычный Обычный кондиционер Климата Не положено По прежнему Хотя Казалось бы Машина Уже Отъезжает За миллион Миллион двести Стоит Такая комплектация Топовая Порядка Вот такого Диапазона И думаешь Хм Ну как то вот Дороговато Наверное Дороговато Немножко Но Это Ниссан Поэтому естественно Надо Пора Пора Свытнуться с тем Что все таки Все подросло Цены подросли Вот такая вот ситуация Взгрустнули А теперь попробуем Поехать Попробуем поехать Выбираем режим Д И Вперед Намного удобнее Конечно Талселектор Вот это Большая заслуга Очень удобно И В этом Прямо Одну деталь Изменили Руль изменили И сразу Изменилось Сущение От автомобиля Абсолютно Ну что В движении На самом деле Автомобиль Несколько Флегматичен Ну а что Мы можем ожидать От известного Двухлитрового Мотора Он хотя бы Дает Вполне себе Разумные 143 силы Тем не менее Их Вот Хватает Чтобы обеспечить Автомобиль Достаточной Динамикой Но быстрым Никак его не назовешь 12 секунд До сотни Разгом Примерно По замерам И Ну вот Такой спокойности Важение Больше подходит Причин тому Несколько И Дело не в том Что он как-то Отвлекается на газ Неправильно Здесь Все в целом По ощущениям Нормально Нормально Абсолютно Главный вопрос Что автомат У нас всего лишь 4 передачи Механикой Кстати обязательно Возьму Скорее всего Это будет Представитель Из альянса Рено Но тем не менее Думаю Вывод тоже Можно будет сделать Легко Прям можно Через слэш писать С механикой Там другой разговор Отдельно это обсудим А с автоматом Единственные Автомобили Среди Способных Съезжать С асфальта Обычно Сравнивают С Шевиниевой С патриотом Но с автоматом И тут Ты понимаешь Что даже Четыре ступени Этих Даже то что Некоторые Регулярно его ругают Тем не менее Я согласен Что он не является Современным решением Но в то же время Обеспечивает комфорт Какой никакой Но комфорт Не нужно ничего Тыкать Не нужно ничего Втыкать Сел и поехал Здорово Я считаю здорово Вот Но Не для динамичной езды Сразу скажу Тот кто считает Что можно купить Тирана И сразу там Наваливать Ну вот Мы разгоняемся В пол Да Двигатель Двухлитровый Вытягивает Нас Вперед Звук его Конечно Невыразительный Хотелось бы Повеселее Но тем не менее Действительно Для большинства Случаев Динамики Хватит И Это я С шилой С шилой С шилами В заднице Которые любят Ух навалить На всем Даже на баджадже А здесь понимаешь Что ну Зачем требовать Автомобили Которые созданы Для спокойной Степенной езды А какого то прям Бешеного драйва И динамики Наверное не стоит Тем более Кредо У Ниссана Тирана Несколько иное Тем более С асфальта Съехать можно И даже нужно Потому что Подвеска Позволяет Отработать Очень все хорошо Многоемкость Достаточная Зимой Я съезжал С асфальта Там можете Посмотреть Видео От первого лица А сейчас Мы входим В поворот И оценим Управляемость И кстати Вот сразу скажу Недавно Мы с вами Смотрели На тест Китайского Кроссовера И там Вот понимаешь Что не достает Китайцам Ну Разве что Дорогие Там Наподобие Хавала Они уже Которые предлагаются Как раз По цене Б0 Чуть дешевле Они не дают Такого удовольствия От управления автомобилем Удовольствием Сложно назвать То что Для меня Удовольствие Это драйв Но тем не менее На Тирана Или на том же Дастере Если вспомните Летние Драйвовые покатухи В том году Я давил педаль В пол 170 180 То есть максималку Выбираешь И летишь Никуда тебя не шарахает Никуда тебя не болтает Да Есть небольшая Такая Вот Чуть-чуть Вот есть склонность К раскачке У подвески Это нюанс На самом деле Я его рассказываю Можно было вообще Промолчать То есть машина идет Подвески независимые По кругу Мчим вперед И просто главное За руль держаться Потому что есть Небольшой вот Недостаток Который Привращается в главную Ахиллесово питу Всех кроссоверов Данного Альянса На нашей территории Доступных Надежных моделей Это Отдача в руль Небольшая На неровностях Иногда большая В зависимости от размера Неровности Естественно И вот Вот то что Немного омрачает Мы заходим в поворот И Ищем например люк И он нам отдает Немного в руль И нужно руль держать При этом есть усилие на руле Оно Не сказать что информативное Но тем не менее Не пугаешься машины Нет такого Что руль повернул На какой-то угол И у тебя Нет осознания того Куда же ты его повернул Насколько ты его повернул Нужно машину ловить Ничего здесь ловить не нужно И совершенно спокойно Можно ездить Уверенно без проблем Вот это главное Что хочется сказать Про Ниссан Тирану Это отсутствие проблем Купил и поехал Все у тебя ок Не надо Размышлять и думать Что я мог сделать выбор лучше Но добавить денег И можно конечно Сделать выбор лучше А так вот За эту стоимость Хочется По статусу С ней автомобилей Из доступных Пожалуйста Ниссан Тирана Покупаем и ездим Тем не менее Конечно Обновление сделали Автомобиль лучше Но не хватило нам Немножко Некоторых моментов Связанных С датчиком Например Света Вот мне хотелось бы Датчик света увидеть Если мы электронику Меняем И это бы Отделялось От Тирана И делало его Более Интересным Ну к сожалению Нет Приходится По старинке Включать рычажком Это очередная придирка Но вот хочется Да мне хочется Посмотреть И обнаружить Какие вот Достоинства Реальные Кроме Отличной Внешности И того Что это Ниссан Бренд Более статусный Получается Что в целом Мы как раз И крутимся Вокруг того Что это Ниссан И вот он Стоит Поэтому дороже Потому как На ходу В движении Понимаешь Что Ну Все мы ездили Все мы знаем И все мы все понимаем Может Можно было Придумать Еще Например Как вариант Тормоза Дисковые Поставить Здесь тормоза Работают Хорошо Ни Нареканий У меня Кренон Ниссан По тормозам Не было Совершенно Меняемые Тормоза Без Этих Провалов Или нелогичности Работы Все здорово Давишь на педаль И торможение С тобой Какое Нужно Тем не менее Сзади У нас Тормоза Барабаны Кто-то Скажет У нас Машина Статусная Почему Барабаны Смотрятся Не очень Это мы Опять же Оставим Вопрос Открытым И Пообсуждаем В целом Про Например Обзорность Которая По прежнему Тоже Зеркала Стандартные И Хотелось бы Их побольше Все таки Чтобы был Объем побольше Потому что Машина крупнее Чем те же Самые Легковушки Вот 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 такие Вот моменты Которые Не могу Я их не озвучить Потому что Они есть И было бы здорово Чтобы Все таки Еще Еще больше Уделяли внимание Создатели автомобиля Модернизация Ну а так Сбираемся мы На мост Разгоняемся Видим Что все таки Хотелось бы Побольше Передач Хотя Есть Квази передача С блокировкой Трансформатора Гидротрансформатора Это связано То есть Небольшой Запас по оборотам Дополнительно есть Там буквально 200-300 оборотов И блокировка происходит После чего Идет переключение Такое как бы Дополнительное Переключение Это Есть такое Свойство При блокировании Трансформатора Двигаемся Далее И смело Я педалирую По городу Действительно Не могу Придираться К этому Автомобилю В плане Ездовых Свойств Все на Том уровне Который Заявляется Вот реально Не дать Не взять Я доволен Я реально Доволен И Опять же Кто хочет Более симпатичный Автомобиль Среди кроссоверов Хочет вступить В Путь Который Проводится Ниссаном Отдельно Да То есть Как марку Мы не воспринимаем Как вино Ниссан То что здесь написано Это Ниссан Да Пожалуйста Понимайте Что это в целом Автомобиль Сам по себе доступный Сколько он бы ни стоил И исходя из этих критериев Мне кажется Что потребитель Будет удовлетворен Вполне Что еще Можно отметить Да пожалуй Мы будем с вами Заканчивать Оценили Все основные Обновления Посмотрели Порадовались Что у нас Стал лучше руль Улучшилась Намного Электроника Ну а в целом Автомобиль по прежнему Сохранил свою надежность Преемственность И радует владельца Который Не особо Притязателен В плане Требований Но хочет Что автомобиль Выглядел хорошо Статусно Пожалуйста Вот тирана Вот И кто скажет Что это реклама Господа Вы совершенно не правы Потому что Я вам реально Рассказываю ощущения И позиционирование марки Исходя из своего Собственного опыта Не надо Пожалуйста Меня Мешать с этими Рекламными темами С автомобилями Рекламы Не будет Чтобы я был Человеком Который реально Рассказывает А не затыкали мне Рот баблом На этом Я прощаюсь с вами Пишите что вам нравится Что не нравится Оценивайте мои видео Критически Чтобы мы сделали Эти тесты Самыми лучшими Самыми реальными Без пустой Какой-то Ерунды И самолюбования До новых встреч Пока